Здравствуйте, привет друзья. Сегодня будет немножко токарки, немножко электроники, немножко печати, а виной всему этому вот это колесо от детского гироскутера. Я хочу собрать стационарный сверлильный станок с прямым приводом. Александр из города Сочи подарил мне целую кучу гироскутеров из которых я сделаю еще не одну самоделку. Движок от детского гироскутера конечно же меньше в диаметре, да и по мощности конечно, вот это китайское устройство для дрели у меня уже давно валяется, я даже не помню когда и зачем я ее заказал, вот сейчас и найдем ее применение. У меня есть вот такая конченная дрель со сгоревшим двигателем. Воспользуемся донорством и позаимствуем у нее патрон. Конечно же в моей мастерской я бы ничего не смог сделать, здесь нужны токарные работы, так что бегом в мастерскую к моему приятелю Владимиру. Конечно же, наверное, я буду там только мешаться. Иногда в нарезке из точки А в точку Б не так-то просто добраться. Если у тебя не 4ВД автоплавательное средство, например, на седане мы бы уже давно сидели по уши в воде. Ух и нелегкая задача разобрать движок от гироскутера. Статор корпус мотора не совсем подходит к нашей цели, поэтому Владимир решил избавиться от ненужных рисунков и неровностей с помощью токарного станка. Кстати, Владимир притащил этот станок со свалки. Вот некоторые фото, как он выглядел. Можно сказать, что Владимир спас его от гибели. Этот станок хотели разрезать на чермет. Запасные части пришлось искать по всей России. Восстанавливает Владимир его и по сей день уже четвертый год вложено почти 80 тысяч рублей. Если у кого-то такой же станок, пишите. Поначалу Владимир советовал прикрутить патрон прямо к корпусу мотор колеса, чтобы не было биения. Но мне же захотелось усложнить задачу, чтобы патрон был на неком расстоянии от корпуса двигателя. В связи с этим мы решили приварить шток от амортизатора. Я не токарь, поэтому если я буду говорить что-то не так, поправляйте меня. Патрон крепится посредством конического углубления. Как и другие профессиональные режущие инструменты, такие как сверло, зенгер, фреза. Для этого на создающемся переходнике нужно выточить конус морзы. Чтобы сделать углубление для точной посадки детали на мотор, нужен левый редкий резец для пазов, которого в мастерской не оказалось. Не долго думая, Владимир выточил из метчика данный инструмент. Отпилив остатки штока, деталь приобрела именно тот вид, который крутился у меня в голове. Вот так в мастерских и умелых руках мысли материализуются. Теперь надо чистить хвостик и ее одеть потом. Возможно. Осталось закрепить деталь на корпус от гироскутера и этот узел готов! Следующая рождающаяся деталь это крепление самого мотор колеса на китайскую станину. Ну а что тут комментировать? Предлагаю посмотреть этот небольшой кусок видео под музычку. На самом деле вот этот патрон не самый лучший. Уровнее будет чем руками однозначно. Это еще не закручено. Как считаешь, получился аппарат? Я думаю, что сверлить на тот патрон, который там, он будет классно. Во-вторых, сам механизм устроен так, что ты вроде как давишь правильно. То есть он будет отгибаться. Но вот ты понимаешь, когда ты давишь на сервал, он отгибает в обратную сторону. Когда ты давишь рукой вниз, то он наоборот его сопротивляется. Захочешь поменять площадку, вот этот шток от амортизатора поищи, мы забабахаем такую плиту. Ну теперь надо закрепить двигатель и еще рассчитать площадку для платы управления. Для крепления корпуса с управляющей платой мне понадобятся шпильки. Так что пришлось наказать болты. Чтобы его запустить, нужен так называемый драйвер. Вон их сколько типов. Например вот этот, без датчиков холла. Но я буду ставить с датчиком холла. Есть еще вот такая плата управления велосипедом или самокатом и она тоже подойдет. Есть конечно вот такая мелочь, но долго она не проработает. Сейчас я немного попаяю и продолжим. Конечно можно было бы собрать плату на ключах самому, но я не стал заморачиваться. Вы только посмотрите на этот трехфазный беспредел с минусовыми и плюсовыми значениями потоку. По питанию станка. Сперва я хотел зацепить три блока питания от компьютера последовательно. Иван не подогнал вот такой блок питания и не только его, а еще киловаттный компьютерный блок питания. Майнеры наверное завидуют. И вот такие медные радиаторы. Надеюсь я найду им применение. Ну очень тихо работает. Это наверное будет самый бесшумный сверлильный станок. В схеме предусмотрен реверс и регулировка скорости. Хотя пока мало догоняю. А зачем же мне реверс если вы знаете пишите. Электроника отлично работает. Будем упаковывать аппарат. Печатать я буду сегодня не вторичным полимером. А вот такого цвета пластиком который у меня завалялся. Потому что он по цвету очень подходит к станку. Низ я напечатал из самодельного ABS пластика. А остальные детали из PLA который мне когда-то прислали лонгер в подарок. В общем на разработку и печать корпуса у меня ушло пара дней. Некоторые детали пришлось перепечатывать. Вот правильно есть пословица. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Как и я несколько раз промахнулся с размерами. Приступаем к сборке. Оставлю сборку без комментариев и избавлю вас от своего противного голоса как пишут некоторые. Плюсом я сделаю внутренние жилы. По самой оплетке пущу минусовой потенциал. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Попробую просверлить дерево, алюминий, трубу и нержавеющую сталь Думаю, что станок показал себя отличным, немножко бьет, но это не беда, это регулируется тремя болтами При ослаблении или затяжении данных болтов можно добиться оптимальный баланс вращения патрона Я считаю станок получился практически бесшумный и относительно мощный, да еще и с реверсом Интересно, а что бы на это сказал один известный материнник Докторенок Добро пожаловать в наш научно-исследовательский дурдом А те, кто делает всякую хуйню, а не лежит на диване, так как мы Сегодня у нас на повестке дня вот такая фельдеперства б***ь Где, с какой стороны это б***ь не умерит ветни чертежи на спецификации Этот говномастер, конечно же, не выложил Я настолько б***ь б***ь, что придумал собственные единицы измерения говна Сейчас померяем 295 гигаляха в сотой степени Я даже цифру такую не знаю У этого станка немножко не хватает высоты В связи с этим будет переделываться стойка и будет изготовлен чугунный стол Владимиром Как только он вернется из отпуска Если тебе понравился такой тип контента, пиши буквы под видео и предлагай свои идеи Конечно без профессиональных станков и большого опыта Владимира у меня бы конечно ничего не получилось Спасибо Володя Надеюсь, что у нас состоится еще много интересных проектов Например, Владимир хочет собрать фрезер Еще раз повторяю Долби своими офигенскими идеями под видео или в личку Я думаю, что мы осуществим твои мысли Ну а с вами не прощаюсь Не болейте и храни вас Господь До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok